Итак, первый очень интересный тренд, про который все говорят, и поэтому он не является, возможно, для вас открытием, но он точно является базовым трендом, это что наше современное пространство людей стали отрицать возраст. Это означает, что люди 55+, обладают уже другими, другой моделью жизни, другим стилем жизни, другой моделью поведения и не признают того, что они в 55+, они ведутся совсем по-другому. То есть эти люди считают себя до сих пор молодыми, они используют огромное количество ресурсов на потребление продуктов, предметов, товаров, которые используются 30-летние, они привносят очень большой вклад в социальную жизнь общества, и у них совершенно поменялся лайфстайл, то есть они поменяли свою жизнь, свой стиль жизни. Отрицание возраста сегодня мы видим уже как использованный тренд в очень многих отраслях, например, появились модельные агентства с пожилыми людьми, очень много сегодня приложений компьютерных стало очень правильно ориентироваться на возраст 40-50-55+. Ну, во-первых, это все игры связаны с отработкой когнитивных навыков, спрос на эти игры растет со страшной скоростью, во-вторых, например, те же танчики, когда выяснили средний возраст типичного игрока в танчике, поразились, это 45+, то есть 45-55-55+, имеют деньги, у них самый большой объем средств мировой. Они имеют время, 55+, вытащили своих детей, вырастили, дети не рожают им, дети стали поздно рожать, у них появилась куча свободного времени, они стали заниматься вещами, которыми не могли позволить заниматься наши бабушки и дедушки, потому что они нянчились с нашими детьми. И в итоге вот этот вот очень интересный феномен, когда есть время, деньги, здоровье еще плюс-минус и желание быть молодым, оно сегодня очень четко реализуется во многих отраслях. К сожалению, в России веры в 55+, пока нет, но потихонечку мы видим, этот феномен и у нас проявляется, и появились и фэшн-агентства, и, наконец-то, марки одежные, и, наконец-то, косметологические средства четко стали ориентироваться на этот возраст, не только антиэйджевые, но и любые другие. И поэтому мы видим, что потихонечку нарастание происходит, но очень-очень слабо, во всем мире оно гораздо сильнее. Второй тренд, который набрал очень большое количество голосов, а я сейчас как раз вот иду по процентовке, убывания, это возвращение к истокам. Сегодня стало и модно, и престижно иметь малую родину, показывать о том, что сын малой родины. Например, сыры местные, молоко местное, вина местные, пиво варится здесь. Желание подчеркнуть индивидуальность своей малой родины, своей деревни, своего города, оно становится очень значимым и ценным для потребителя. Ну и даже сегодня начинает прирастать рынок DIY продуктов, там, например, каких-нибудь продуктов, изготовленных именно вот в этом местечке. То есть раньше это было, ну, плюс-минус очень маленький процент рынка, такие нишевые были сегменты, то сейчас эти продукты начали прирастать. Ну, конечно, прежде всего это связано с пищевыми продуктами, да, и принадлежность какого-то именно пищевого продукта какому-нибудь месту, какому-нибудь региону стала очень модной. Например, очень интересный такой проект, это штат Техас, произвел свою водку и добился очень высоких результатов в продажах, гордясь тем, что эта водка не из России, это водка из Техаса. Это было, конечно, очень интересно, потому что, вот смотрите, даже такие непривычные продукты, да, совершенно не брендовые для Техаса, они заняли свою очень серьезную нишу. То есть мы из и фермерские вещи какие-то. Третий по значимости — это осознанное потребление. Это тогда, когда люди хотят знать и интересуются, что они покупают, что они потребляют, и хотят минимизировать негативные последствия своего неосознанного и даже эмоционального потребления. То есть, наконец-то мы стали задавать себе вопрос, что мы едим, что мы покупаем, зачем нам это надо, какая у нас цель в жизни и к чему приведет покупка этого продукта. Конечно, это нарастающий тренд, он не у всех людей, но он начал с большой отдачей от потребителя восприниматься рынком. То есть потребитель реагирует на то, что вы даете ему право почувствовать себя осознанным. Очень важный момент, он даже не просит у вас это, но когда вы это даете ему, он вам страшно благодарен и выбирает вашу марку или вашу компанию раз за разом. Ну, прежде всего, это любая честная информация. Потребитель чувствует себя осознанным, когда он понимает, что у него в руках честная информация от производителя. И эта информация бывает не всегда позитивной, но потребитель об этом пишет честно. И, как ни странно, это ценится. Второе, это то, что мы показываем прозрачность всех процессов, понимая, давая человеку понять, что он покупает продукт, контролируя его на всех этапах процесса. Ну, то есть вот осознанность, она в том числе связывается с возможностью контроля, как производится продукт, как он продается, через какие каналы проходят. То есть такая некая прозрачность во всем. Этого человека испытывают удовольствие. То есть он чувствует себя, что он купил не просто так, а осознанно. И у него есть аргумент, почему он купил этот продукт и почему этот продукт ему нужен. Ну, если говорить вот такие простые вещи про осознанное потребление, то это, например, компания Асос, которая пошла навстречу осознанному потреблению, заявила о том, что они больше не будут продавать товары, изготовленные из натурального меха, из костей, зубов, махера и так далее, что они за то, чтобы люди отказывались от такого рода продукции. И, собственно, это был такой скандал, конечно, очень много покупателей возмущалось, но они сказали, что мы за то, чтобы просто не убивать животных, не производить из них продукцию. Можно туда же отнести еще Лореаль, которая заявляет, откуда у нее компоненты, и что они осознанно взяли только растительные компоненты, что, опять же, не вредить и не засорять мир. Следующий тренд – цифровое сближение. Интернет становится средством сообществ, средством, с помощью которого ты можешь переживать, и переживать и совместный опыт, и переживать какие-то совместные эмоции. И понятно, что этот тренд тоже нарастающий, и дальше он будет еще круче, чем все остальные, потому что уже сегодня мы наблюдаем, что более 45% населения размещают свои фотографии, чтобы мы совместно попереживали, поставили лайки, посмотрели, что же происходит у другого человека. Мы видим, что у нас увеличивается количество мобильного видео, и говорят, что уже в 2021 году, по прогнозам, будет 78% от всего трафика. Это будет мобильное видео, это будет в формате live, то есть будут не фотки, а запись ваших жизненных ситуаций, вашего проживания. И это разного рода видеозвонки, дополненная реальность и прочее, прочее. Дальше. Если говорить про ответвление этого тренда, то растет спрос и на совместные игры, и на онлайн-свидания. И это все увеличивается с каждым годом. И удивительно то, что последняя статистика, одна треть пар начала знакомство именно с онлайн-свиданий. То есть уже практически львиная часть наших семей формируется в интернет-пространстве. Ну и цифровое сближение, это еще и о том, что мы хотим контролировать свое состояние, контролировать, ну как бы быть ближе к себе. То есть это разного рода системы контроля своего здоровья, своих шагов, своей массы тела, своих физических нагрузок и так далее. Ну вот если говорить про такие простые иллюстрации, что у нас случилось в последнее время, то мы видим, что, конечно, это прежде всего приложения, которые позволяют попадать вместе с другими людьми и испытывать совместный опыт. Например, мы видим здесь, да, работа с аватарами, VR-очки, да, какие-то виртуальная реальность, истории, которые мы совместно переживаем, попадая куда-то. Безусловно, это Яндекс.Пробки, это умные часы, это все вот оттуда. Следующий тренд. Каждый эксперт падает доверие к обычной рекламе. Падает доверие к обычной рекламе и возрастает доверие к отзывам. К отзывам даже не экспертов, а просто людей, которые работают в интернете. Блогерам, микрофлюенсерам и так далее. И это, конечно, связано прежде всего с тем, что подрастает Z-поколение, которое привыкло доверять именно блогерам интернета. И это связано с тем, что все-таки интернет-сообщества, они усиливают свое влияние на потребительские решения, и поэтому уже бессознательно или осознанно люди доверяют интернет-сообществу. Во-первых, стала снижаться приверженность к брендам, которые рекламируются через традиционные средства коммуникации. Люди выбирают сегодня не крупных блогеров, а так называемых микрофлюенсеров, потому что, опять же, очень интересное явление происходит. Крупные блогеры проплачены, и все это понимают, и поэтому им доверия тоже нет. А вот разного рода микрофлюенсеры, небольшие блогеры с небольшим количеством целевой аудитории становятся все более и более интересны нашим потребителям. И если говорить про лояльность к брендам, это то, что я первое сказала, то всего лишь 12% остается верны выбранному тренду, это уже согласно исследованиям Нильсон в 2019 году, и 88% регулярно переключаются между конкурирующими товарами. Такого раньше не было. Приверженность к брендам была раньше в среднем более 20-25% людей были привержены к своим брендам и устойчиво покупали бренды, несмотря на то, в каких отраслях они находятся. Сейчас мы видим цифру 12, она падает. Это означает, что люди перестают доверять именно такому понятию, как бренд, они становятся более практичны и интернет информации очень легко обрушивают любой, любого рода традиционные бренды, которые столетиями стояли на нашем рынке, столетиями стояли на нашем рынке. Ну и если говорить, кто является ядром такого целевого рынка, это, конечно, миллениалы, это люди, которые родились где-то в конце 90-х, и Z-поколение, которое делалось с 2000-м, потому что именно они перестают доверять брендам и перестают доверять роскоши, перестают доверять традиционной рекламе. И, собственно, они и формируют вот это вот движение к разного рода небрендовым продуктам, отказываясь от доверия традиционным каналам коммуникации. И для них более важна качество, функциональность, удобство, нежели тот статус, который несет за собой бренд. Ну вот еще одно исследование Нильсон, в каких, в 19-м году они провели исследование, в каких категориях товаров значение бренда меньше всего препятствует переключению. Другими словами, здесь говорится о том, где люди быстрее переключаются, несмотря на бренд. И вот мы видим, что бумажная продукция, бакалея, шоколад, печенье и так вот поубывающие, это вот те отрасли, где бренды практически уже не имеют значения. Люди легко переключаются с продукта на продукт и уже не следуют приверженности каким-то одним конфетам, каким-то одним продуктам канцелярских товаров и так далее. Товары для детей являются более такой консервативной частью отраслевая, где все-таки люди следуют бренду, потому что там зона риска больше, это все-таки дети. И, собственно, бренд там еще имеет какое-либо значение. Но вот это печальная статистика для бренд-директоров и для людей, которые занимаются продвижением. Мы, конечно, бы хотели, чтобы приверженность к нашему бренду увеличивалась. Но удерживать приверженность становится все сложнее и сложнее. Примеры вот такого потребительского тренда, где каждый может быть экспертом, дать отзыв, и человек, потребитель, другой потребитель на этот отзыв легко откликнется. Но один из самых нашумевших примеров – это Warcutter, это сайт, который принадлежил The New York Times Company. Что они сделали? Они сделали такой агрегатор, навигатор, куда приглашают людей очень известных. И известные люди публикуют свои искренние отзывы о тех продуктах, которые они ежедневно покупают и потребляют. Это не только блогеры и микрофлюенсеры. Это артисты, это писатели, это могут быть какие-то производственные деятели, менеджеры, директора компании, то есть которым врать не по чести. И вот второй – это, конечно, наш известный автору, который раскрутился за три года очень сильно, очень интересно, вообще история автору очень интересная, как они взорвали, в общем-то, рынок. И за три года из хилого небольшого сайта, навигатора, агрегатора, они сдали очень серьезные платформы. Еще один тренд, который тоже является шестым по значимости, называется JOMA. Не быть в тренде. Сейчас становится модно не быть в тренде. И если вы… Вот такая поляризация прошла, да. Это, кстати, это есть, всегда тренды создают поляризацию. Есть группа, которые хотят быть очень в тренде, прямо очень модными, с очень модными гаджетами, с очень модными сервисами, с очень модными брендами в одежде. А есть люди, которые вот совсем не хотят быть в тренде. И вот этот как раз сегмент людей, которые не хочут быть в тренде, он стал нарастать. Ну, их называют зелеными, эко-люди. То есть это люди, которые отрицают пользу, ну, или не хотят соглашаться с пользой современных гаджетов. Это люди, которые не хотят быть все время в онлайне. И когда я вижу рекламные ролики «будь на волне», «будь впереди», их тошнит от этого, потому что они не хотят быть на волне. Они не хотят ловить все. Они считают это потерей времени и потерей своего нервного состояния. Что иллюстрирует такой «не быть в тренде»? Ну, во-первых, желание коммуницировать оффлайн. Нарастает… Вот смотрите, онлайн очень долго нарастало как тренд, да, и это вебинары, обучение, контакты, свидания, сообщества. А теперь появляется оффлайн. Люди опять захотели быть вместе, общаться без посредств связи, учиться не в вебинарах, а сидя за партами, ну, или там в каком-то, да, в какой-то аудитории с другими такими же людьми, и не пользоваться никакими гаджетами. Оффлайн-книги, да, как элемент тоже этого тренда. Вот это вот постоянно хватать все за хвост, а концентрироваться на одном деле. И вот если мы дадим своим потребителям такую возможность, если наш бренд будет построен на такой ценности, это тоже будет через некоторое время, может быть, уже сейчас для некоторых ваших, даже молодых потребителей, очень интересно. Ну, вот что мы сегодня наблюдаем? Ну, например, оффлайн, лагерь для взрослых, Digital Detox, так называемый, да, где все выключено, то есть там нельзя пользоваться ничем, ни гаджетами, ни онлайн-связью, ни телевизорами, просто жить в таком простом экопространстве, да, и отдыхать от всего, что нас окружает. Ну, и, например, в Великобритании, да, Waterstone, книжная сеть, подтвердила впервые за последнее время небольшой рост оффлайновых книг, что люди опять возвращаются к традициям читать книги, например, оффлайне, а не пользоваться современными гаджетами. Еще раз повторяю, Джома, это не только про книги, не только про гаджет, это вообще немножко успокоиться, это немножко отойти от современной жизни, это немножко такой элемент даутшифтинга, да, такого социального. Очень хороший тренд, который я, например, очень много раз уже применила в своих бренд-концепциях, называется он «Я могу сам о себе позаботиться». Возрастает желание создавать, покупать продукты, которые позволят нам не обращаться к профессионалам, то есть делать это самим дома, да, то есть самим, самим готовить, как в ресторане, самим стричь себя, самим швить, я не знаю, самим там что-то исследовать и так далее. Очень интересный тренд и очень, кстати, значимый. Ну, например, тут очень простые, да, вот набрал продажи, набирают продажи устройства, которые могут анализировать ваши пищевые продукты, без того, чтобы относить их к профессионалам, анализировать там, да. Разного рода сервисные приложения, которые позволяют самим без обращения к профессионалам записаться куда-то, купить что-то, ну, то есть, вот, может быть, не очень ярко, но вот приложение клиники Док Плюс, где ты сам можешь выбрать себе врача, поговорить с врачом без администратора, да, и даже поставить сам себе диагноз, как многие делают. Вообще, делать самим, это сегодня тренд очень мощный. Это вот просто два примера, они очень узкие, понятно, но если расширить эту концепцию, то действительно очень много чего можно предложить людям, чтобы они не обращались впоследствии, ни от кого не зависели. Либо они нарабатывают какие-то навыки, которые были потеряны в последнее время. Это тоже, кстати, очень важно для людей, нарабатывать какие-то навыки. Им очень интересно самим чего-то научиться делать. Ну, тренд, который все знают, я хочу мир без пластика. Тут я даже комментировать не буду, потому что он вам всем знаком, и сегодня это прямо случился бум, и мы наконец-то поняли, что мы тоже хотим мир без пластика, и очень нам ценны те бренды, которые создают упаковки, которые растворяются в земле, да, которые не засоряют экологическое наше пространство, да, и мы на это стали реагировать очень мощно. Хостовары, которые многоразовые, да, одежда, которая шьется из переработанного пластика, ну и так далее. Икея, которая вывела из оборота все одноразовые стаканчики, чашечки, баночки для мусора и так далее. Вот еще один тренд, я хочу это сейчас, тоже очень интересно, и он тоже набирает, он тоже достаточно значимо набирает обороты, потому что люди стали, безусловно, ценить свое время, и они делают все, чтобы у них был четкий тайм-менеджмент, чтобы они очень четко организовывали свое жизненное пространство по времени, чтобы они не стояли в очередях, чтобы они не тратили много времени на ожидания, чтобы они не бесполезно проводили это время в поиске какой-то информации или в поиске каких-то продуктов. Это очень стало ценно, невероятно ценно, и поэтому все, что связано с сервисами, со стандартами вашими в компании, которые экономят время посетителю, пациенту, гостю, клиенту и так далее, это очень ценится, и за это люди готовы платить очень серьезную дополнительную ценность. Безусловно, это всякие приложения в тайм-менеджменте, это какие-то помощники, которые помогают эффективно организовать свое личное время, время вашей семьи. Особенно женщины, как ни странно, реагируют на все эти вещи. Раньше реагировали мужчины, сейчас женщины, потому что настолько много у них, в общем-то, в голове всяких дел, задач и ответственности, что они с огромным удовольствием принимают помощь от тех продуктов, которые позволяют им четко организовывать свое временное пространство. Четко организовывать. Например, покупка без кассира, когда ты сам подошел, купил и не обращаешься, не стоишь в очереди, самое главное, указ. Это очень стало востребовано. Amazon Go, первый супермаркет, который достаточно бурно развивается. Но вот мне очень нравятся вот эти докситеры, передержки собак, выгулы собак. Тоже позволяет нам хорошо организовывать свое временное пространство, не переживать и одновременно еще и заботиться о своем друге. Жизнь в одиночестве. Удивительно, что количество одиноких людей растет. Конечно, оно растет за счет возраста 55+, но оно еще и растет за счет возраста 30+. То есть сегодня поздние браки и поздние семьи, это стало уже тоже трендом. И мы говорим о том, что к 2030 году процент одиноких людей вырастет еще на 30% и достигнет очень большой массы. Но сейчас речь идет о том, что одиноких людей в принципе много, и в принципе для них есть очень интересные предложения, которые только-только начинают появляться, потому что у них немножко другой способ потребления. И особенно среди этих людей много, конечно, 55-летних опять же, людей, которые тоже одиноки. Ну вот еще раз портрет этого потребителя, который одинок, но не считает себя, кстати говоря, одиноким, это возраст 50+. Плюс, и самое главное, что такие люди, они очень интересные вещи ценят. Они не хотят переплачивать, они ценят больше, вот именно в этом сегменте, больше доверия функциональности, возможности утилизации без потери денег, возможности возврата продукта, ну там или там взять в аренду. И у них, как ни странно, вот меня это тоже поразило, была раньше иллюзия, что эти люди могут позволить себе все, потому что они в одиночестве, у них больше денег на себя, могут потратить, какие-то товары роскоши, более экологичные покупать. Но самое интересное, что у них низкий спрос на товары с пометкой высокое качество, в тренде, натуральный, долговечный. То есть это их меньше волнует. Их больше волнует практичность, функциональность, возможность возврата, вот как ни странно. Поэтому меня это даже чуть-чуть поразило. Я думала, что они могут себе дать возможность пошиковать. Ничего подобного, этот сегмент не очень шикует и не хочет тратить деньги на излишнее качество. Что для этих людей, для одиночек сегодня интересного делается? Ну, во-первых, огромная популярность получили платформы коммуникационные типа Airbnb, где не молодые люди знакомятся, а есть специальный отсек, где знакомятся только люди 50+, и приглашают к себе в путешествия только в этом возрасте. И вот еще очень интересный проект питерский. Они развивают сервис не сиделок. То есть они развивают сервис людей, которые не являются сиделками, а являются, ну, я бы сказала так, партнерами-коммуникаторами. Они развлекают пожилых людей, они с ними читают, ходят по разным тусовкам, обсуждают и так далее. То есть играют. То есть это коммуникаторы. Коммуникаторы для пожилых людей. И людям это очень-очень нравится, потому что они чувствуют вот некий такой дефицит, да, возможности поговорить, особенно люди, которые плохо передвигаются. То есть это реально создание такой коммуникационной, развивающей, как у детей, да, развивающей среды. Не сиделки. Хочу точно под меня. Вот тренд этот, он периодически возникает, пропадает, возникает, пропадает. Вот он на 11 месте. Но что это такое? Что люди хотят прямо очень эксклюзивный продукт, прямо под их потребности. Но при этом возникает, они всегда этого хотели, это тренд не новый, но тут в чем новизна именно этого тренда? В том, что возникает ощущение потери личных данных. То есть когда будут делать продукт по тебе, ты вынужден будешь заявлять некоторые свои личные данные, ты не хотел бы их терять. И как раз вот в чем противоречие, что нужно создавать продукты, которые точно под людей что-то предлагают, но при этом человек не боится потерять или не теряет свои личные данные. То есть вот это сочетание, создать продукт точно под человека без потери личных данных является трендом. Потому что ты, пытаясь создать продукт, все равно что-то про себя говоришь, рассказываешь, там замеры какие-то, я не знаю, какие-то твои возможности финансовые, ты что-то все равно раздаешь. Так вот, с минимумом потери личных данных вот это и есть очень интересный тренд. То есть это не то, что было раньше сшить точно под тебя пиджак. Это все еще работает, но это не тренд, это уже явление общее. А именно вот создать нечто, чтобы ты не теряя своих личных данных, не уменьшая свою безопасность, мог делать, получать что-то постоянно очень эксклюзивное под себя. Ну и, конечно, последний тренд, нарастающий спрос Z-поколения. Почему я вон последним трендом? Потому что про Z-поколение все время говорят, ну именно сейчас, именно вот с сегодняшнего дня Z-поколение выходит на рубежи, скажем так, достаточно значимой группы в потреблении. У них появились деньги. Это рожденные в 2000 году. Сейчас им сколько лет? 20, да? Все, у них появились деньги. Если раньше про них говорили, что вот они сейчас придут, они сейчас начнут покупать, они начали покупать. И усиление этого тренда будет год за годом у нас ощущаться. Они пришли на рабочие места, они мотают душу работодателя, они вымотали нервы всем X, Y и миллениалам, своим старшим братьям и сестрам миллениалам. И действительно, они немного не такие, как все остальные поколения. И если я раньше думала, что это просто социально-демографические особенности просто молодежи, ну, знаете, молодежь, она всегда в чем-то другая, то после множества прочитанных исследований и заявлений даже физиологов выяснилось, что у них даже мозг по-другому устроен. Он по-другому устроен. Это другой человек. И мы видим, что действительно у них меняется модель, они поменяли модель принятия решения, и скоро их будет очень много. Вот в течение 10 лет предсказывают, что на долю Z-поколения будет приходиться, например, 40% и более спроса на мобильные устройства. И более 20-30% спроса на другие все продукты и товары. И это очень серьезно. Чем же они, очевидно, другие, то, что не является, ну, скажем так, феноменом молодости, а то, что является именно феноменом Z-поколения. Ну, во-первых, большинство из них, но я говорю про ядро за это поколение, а не про всех, да, кто родился, а именно про ядро, про такое превалирующее, очень яркое, да, которое показывает именно, как будут развиваться дальше эти люди. То есть, первое, они за интересную работу, а не просто за источник дохода, и с этим все уже сегодня смирились и согласились, что они выберут работу более интересную, ну, с чуть-чуть меньшей зарплатой, чем более рутинную, ну, с большей зарплатой. Они все-таки за интересную работу. Они более социальны, честны, глобальны, они рассуждают очень просто переехать из страны в страну, поработать из региона в регион, переехать, то есть у них нет таких проблем, как это все бросить и уехать куда-то. Они за равенство, причем это такое равенство на уровне корпоративной культуры зеленых, то есть все имеют право быть гениальными, все имеют право быть богатыми, у всех есть такие возможности, то есть вот они прямо вот с такой равенства, что, собственно, нас родили всех с одними и теми же ногами, руками и головой, то есть мы можем прорваться везде. Вот равенство такое, что все, они считают, что им доступны все те же самые ресурсы, из них может что-то получиться очень значимое. Они толерантны, и, кстати говоря, толерантность, она в том числе определяется и тем, что у них нет четко определенной своей собственной социальной роли, и они очень спокойно относятся к разного рода меньшинствам, разного рода отклонениям и так далее, и так далее. То есть такая толерантность, она гораздо интереснее и ярче проявляется, чем у x, y поколений. x, y они не толерантны, они презирают, а эти более толерантны, и они более реалистичны. Вот как ни странно, их реалистичность в том, что они считают деньги, что они достаточно практичны, что они не верят брендам, не верят рекламе, не верят то, что им обещают. И, кстати, вот это вот как будто бы детский рынок оказался достаточно таким реалистичным и жестким в плане чего-то им втолкнуть. Но при этом они поддаются манипуляциям. Проводя исследования за это поколение, мы видим, что они поддаются манипуляциям, что их пока легко обманывать, манипулировать, но они, если ее распознают, манипуляцию, они очень жестко отвечают. Поэтому манипуляция это вот то, что их пока может куда-то занести. Они легко поддаются, они легко на это реагируют, и, собственно, это даже немножко опасно. Им чуждоинфантильное поведение в каком плане? Не то, чтобы они взрослые, они не взрослые, но инфантильности в них меньше. Они не ввязываются в драку после просто так. Количество беременности сократилось на огромное количество процентов. Количество преступлений среди этого поколения гораздо меньше, чем в любом таком же похожем возрасте XY поколений. То есть, они реально менее инфантильны, чем XY и миллениалы. Им труднее взаимодействовать с людьми, вы все это понимаете, да, они потому что родились в высокоскоростном интернете. И, собственно говоря, им очень сложно доказывать свою точку зрения, они очень агрессивны. То есть, они либо агрессивно доказывают, либо просто обижаясь уходят. То есть, создавать отношения и бороться за отношения, и развивать отношения, они не умеют. Они не умеют работать с сложными ситуациями, они не умеют работать с кризисными ситуациями, очень плохо сходятся с работодателями. Но если работодатель их критикнет, они обижаются и могут слопнуть дверью и уйти к другому работодателю, пока, в общем, такого не происходит. Они конфликты, но при этом они не понимают, еще раз повторяю, манипуляции, и поэтому какое-то время можно ими манипулировать. Они чаще и лучше наспользуются интернетом, это безусловно. Они по-другому воспринимают пространство. Вот это очень интересный момент, что они воспринимают пространство как картинки в интернет, как карты интернет. И у них, собственно, если их оставить без интернет-карт, они запутаются. У них не раз вот эта географическая штука, которая есть в большинстве своему других людей. Х, Y. У них другие интересы, мы это точно знаем, они более спонтанные и креативные. И, собственно говоря, когда мы работаем с Z-поколением, у нас совсем другие к ним, ну, как бы, ценности, они на другие мемы реагируют, на другие ценности. Во-первых, будь смелым, будь собой, не нужно бояться уникальности, осознанный образ жизни, нет единой ролевой модели. И очень много брендов, сегодня их купили с потрохами, именно вот на этой манипуляции, что ты другой, и все могут быть другими, и в уникальности синергия, и там в разности мнений есть большой плюс, в общем-то, они на это очень хорошо реагируют. И делать вообще сегодня бренды под Z, это очень интересно, это по-новому, это совсем по-другому. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова